Здравствуйте, уважаемые телезрители! С 22 по 26 апреля в текущего года, как и во всех странах Европы, в том числе и во всем Казахстане, будет проводиться неделя иммунизации под воздвигом иммунизации во имя жизни. Целью данного мероприятия – это осведомленность населения, начиная от младенческого возраста до старческого периода, подлежащей коммунизации, то есть осведомленность всего населения. И как доверительное отношение к иммунизации среди населения для формирования доверительного отношения проводится данная акция. В этот период будет основной делаться пор – это на непривятое население. Также независимо от возраста, все население может прийти в любую поликлинику и получить соответствующую информацию, либо, если при необходимости, если он подлежит какой-либо прививке по возрасту, то есть получить вакцинацию против той или иной инфекции. Вот насчет возраста. Сколько людей предполагается привить в рамках недели иммунизации? Какого возраста и по каким видам инфекции? Ну, у нас, согласно календаря прививок, национального календаря прививок, у нас будут проводиться плановые прививки, это подлежащие согласно возраста определенного контингента, либо определенные, против которых инфекция будет проводиться, вакцинация такого нет во время недели иммунизации. Будут охвачены все возраста, кто подлежит к вакцинации, кто не имеет вакцинации, кто, может быть, прибыл в город, но не имеет прописки, либо не имеет каких-то соответствующих документов, они также будут подвержены этой вакцинации, если они подлежат по возрасту и после определенного медицинского осмотра. А как будете оповещать население? Население мы оповещаем путем средств массовой информации, во-вторых, работают медицинские работники, поликлиник, которые, зная свое население, проводят соответствующие мероприятия, то есть также во время данной недели иммунизации у нас запланировано много мероприятий, в том числе это акции, это акции детских, дошкольных учреждений среди родителей, это среди родителей, школьников, школ, СУЗов, ВУЗов, и также будут проводиться для населения общественные. А будут прививаться люди на предприятиях, учитывая, что работающих у нас все-таки много? На предприятиях у нас как таковой вакцинация не проводится, вакцинация проводится в поликлиниках города, в прививочном кабинете, имеются только у нас прививочные бригады, это в местах, отдаленных местах, где не могут выехать, это в основном сельские округа, где и будут проводиться путем прививочной бригады. Чем чреваты пропуски и отказы от прививок? В первую очередь это чреваты вспышки инфекционных заболеваний, как вы знаете, например, в других странах, в других регионах имеется инфекционная заболеваемость, против которой проводится профпрививки, это и заболеваемость кори, и полимелитом, и других инфекций, которые уже давно не регистрируются в нашей республике, в нашем регионе, они, например, имеют место сейчас в других странах. Перемь же сразу, при каких симптомах делается отвод, при каких обстоятельствах делается медицинский отвод для тех, кто пришел получить прививку? Перед каждой профилактической прививкой проводится медицинский осмотр врачом в обязательном порядке, то есть каждая прививка проводится после проведения допуска к вакцинации определенного. Если же у ребенка, соответственно, либо у взрослого какие-либо недомогания, какое-либо острое воспалительное заболевание, при этом в случае обязательно проводится медицинский отвод на время заболевания, после этого только возобновляется вакцинация. То есть это только проводится после медицинского осмотра врачом и соответствующего, после того, когда врач дал допуск к проведению профпрививка. И после прививки тоже, если у нас после проведения прививки проводится также наблюдение, медицинское наблюдение за постпрививочные периоды. Кстати, люди в постпрививочный период как должны себя вести правила поведения? Если у нас имеется, как после прививки, возможно, проведение местных реакций, которые они должны быть, это реакции, которые, это ответ организма на введение антигена какого-либо. Если же какие-то необычные реакции, то в этом случае проводится соответствующее медицинское наблюдение и лечение. То есть после каждой прививки, если это введена была неживая вакцина, то есть адсорбированная вакцина, то проводится наблюдение в первые три дня после проведения прививок. Если же была введена живая вакцина, это такие прививки против полимелита, против кори, проснухи, эпид-паратита, то в этом случае проводится наблюдение и на 5, 6, 10, 11 сутки. То есть имеется соответствующее сведение, что в этих днях возможно проявление какой-либо постплюевочной реакции. Поэтому проводится медицинское. В обязательном порядке в эти дни врач либо медработник проводит обследование сам. Если же у лиц прививаемого лица возникли какие-либо вопросы, либо возникла какая-либо реакция, то обязательно необходимо обратиться к участковому врачу. Верима Жасараловна, есть также очень много, ну сейчас не будем у тех, кто протеется, оказывается, но может быть, простите, я сказала немало, скорее всего их не так уж много, люди, у которых аллергическая реакция вообще на медицинские препараты. Насколько много таких людей и как с ними вообще дела обстоят? Если имеется аллергическая реакция, то они тоже подлежат медицинскому отводу от вакцинации. Это также проводит медицинский работник, обсуждает полностью, проводит осмотр данного. Если при необходимости осмотр специалиста, это в том числе и аллерголога, и невропатолога. То есть каждый специалист после осмотра только соответствующие записи, только после этого дается разрешение. Каждый специалист после осмотра дает свой допуск. Если же какая-либо имеется реакция, либо на предыдущее введение вакцины реакции, либо на какие-то лекарственные препараты, то, соответственно, только по разрешению врача проводится данная вакцинация. Пневмококковая инфекция с этого года и в активной склобусе против пневмококковой инфекции прививает население. О ней более подробно сколько человек будет прививаться? Что это за новая вакцина? Да, пневмококковая инфекция – это самая распространенная инфекция, в том числе и среди детского населения, которая большую часть затратливает детей до 5 лет. Поэтому и с 2010 года в Казахстане была внедрена вакцинация против пневмококковой инфекции поэтапная, согласно госпрограмме «Саламат Казахстан». И в 2014 году, вот с мая месяца, в Актюбинской области тоже будет проводиться данная вакцинация против пневмококковой инфекции. Это будут подлежать детям, родившимся с 2014 года, с января месяца. То есть на сегодняшний день проводится подборка данных, количество выясняется, отсутствие каких-либо противопоказаний, подлежащих вакцинации. И данная вакцинация против пневмококковой инфекции будет проводиться согласно графику, тоже утвержденном национальном календаре прививок. Это в 2 месяца, в 4 месяца. И также ревакцинация в год 12-15 месяцев в этот период. Ну, чтобы в взрослой жизни, не дай бог, дети не болели пневмонией, правильно? Да, пневмонией и также другими. Вот здесь были различные формы пневмонии. Также это предотвратит каких-либо осложнений воспалительных. Вернаджи Сарауна, ОРВИ, грипп, естественно, уже, возможно, идет на спад. А то и сезон, как вы уже говорили, до эфира беседы закончился. Тем не менее, люди почихивают, покашливают, сами замечаете. Наверняка выпадает все-таки какое-то количество из недели иммунизации, так? Да, есть население, которое после... В основном у нас подъем заболеваемости, это во время до проведения, то есть это в октябре, в ноябре месяце, до морозов, либо после уже, когда идет потепление температуры. Но по сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном у нас заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе и гриппом, у нас намного снижена по сравнению с прошлым эпидемиологическим сезоном. Несмотря на то, что зима была суровая. Несмотря, да, на это также хотелось бы отметить, это тоже какой-то вклад в вакцинации. Потому что все больше, больше с каждым годом. Да, в каждом годом. И чем раньше будет вакцинирован человек, тем больше у него возможности не заражаться данной инфекцией. Еще одна напасть ожидает октябинцев с наступлением теплых дней. Это нападение клещей. Где их можно встретить? Как от них необходимо, скажем так, обороняться, если нужно об этом пару слов? Ну, укус клещей у нас в основном появляется с началом дачного сезона, с началом потепления температуры. В основном это с середины апреля. И длится он до октября месяца укусы. Сейчас народ повально пойдет за тюльпанами уже. Да, да. Вот в этом периоде, да, хотелось бы отметить, что население, чтобы были, одевались как закрытыми участками тела, чтобы не было открытых участков тела. То есть на сегодня клещи, они находятся на почве, которая еще сырая, поэтому возможность укуса. Куда прикрепляются они? В основном укусы идут нижних конечностей, также бывают и верхних конечностей рук, и тело очень часто бывает укус клещей. Поэтому тут... А как снять с тела? Как снять с тела? Как снять с тела? Вообще, если возможно, то обязательно необходимо обработать место укуса и при необходимости снять. Если же невозможно... Чем обработать? Бензин, масло? Ну, в основном это спиртовым. Спиртовым раствором. Также обязательно необходимо обратиться на медицинскую помощь. Потому что, возможно, если даже человек сам снял клеща, возможно, остатки какие-либо клещей в этом, в коже, и в дальнейшем, возможно, развитию воспалительного процесса. Поэтому для избежания данного необходимо обратиться за медицинской помощью. Тем более, что уже два случая зарегистрировано. Да, имеется у нас два случая укуса клеща на сегодня. Программа подходит к концу. Мы возвращаемся к теме недели иммунизации. Вывод. Ну, я так думаю, что люди сами должны проявлять сознательность, поскольку, вы сказали, по предприятиям ходить не будете. Обзвон и, естественно, надеетесь на сознательность самого населения. С вами были Акмирал Майкозова, а также Мирим Жасаловна Султанова, руководитель отдела городского управления по защите прав потребителей. Сейчас реклама, после которой итоговый выпуск программы «Таурик» на казахском языке. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok